Следующий враг человека называется жадность. Как говорят, жадность фраера сгубила. Жадность. Что такое жадность? Жадность – это когда у тебя сузился очень спектр восприятия мира. Вот, допустим, приведу пример. У человека есть, ну, такой по судьбе, как бы, как такой круг его счастья, да? Такой сегмент, вот, определённо, здоровье, счастье от здоровья идёт. Вот такой сегмент от личной жизни. Вот такой сегмент от отношений с детьми. Вот такой сегмент от отпуска. Вот такой сегмент от отношений с друзьями. Вот такой сегмент от сна, там, счастья. Вот такой сегмент счастья от того, что ты, допустим, ну, развиваешься как личность. Вот такой сегмент от природы ты получаешь счастье. Ну, в общем, тебе положено по судьбе, вот столько счастья. Ты решил, что главное для тебя – это работа и деньги. Вот всё, больше тебя ничего не волнует в жизни. Только вот это твоё счастье. Вот этот сегмент, один из всех, ты считаешь главным. Твоё сознание сузилось. Это называется жадность. Причём жадность бывает иногда несёт тоталитарный характер. То есть вот эти враги человека могут странами поражать людей. Целыми странами. Где-то вожделение там прёт, и все люди бросают жён. Где-то жадность. И когда люди целыми странами, вот этот массовый психоз, начинают как бы думать только о деньгах и больше ни о чём не думают. Что происходит у человека, когда он вот в этот сегмент впирается? У него на сон есть время на нормальность? Нет, потому что надо же работать. На отдых есть время? Нет. Есть, есть время – это нормально. Нет. Фастфуд, там, хот-дог, там ещё какой-нибудь сдох. Вот. На жену есть время? Некогда. На детей есть время? Некогда. На отпуск есть время? Некогда. А на чё есть время? Да ни на чё. То есть все сектора счастья уничтожены из-за того, что человек пёрся в одни деньги. Так для чего ему эти деньги-то? Если его жизнь вся проходит. В старости, когда старпёром стал уже, всё, как бы, счастье испытывает. Надо в молодом теле счастье испытывать. Для этого надо отвлечься от этого сектора, начать жить, ходить на природу, любить друзей, спать нормально, зарядку делать, общаться с женой, оторвись от этой своей темы. Ты находишься в состоянии поражения. То есть что-то делает с человеком вожделение? Отшибает ценности. Человек не может любить то, что ему надо любить. Что делает человеку злоба? Злоба разрушает возможности человека. Была возможность на заводе работы. Разозлился начальника, пинка под зал. Хотя ты имел право по судьбе. Что делает с человеком жадность? Жадность напрягает человека, делает его больным, разрушает ему психику, не даёт ему возможности расслабиться, заставляет его пить, курить, употреблять наркотики. Жадность напрягает человека. Жизнь становится напряжённой. Времени свободного нет. Всё сжимается. Понимаете? Так жадность разрушает судьбу человека. Нет свободного времени. Нет времени. Почему? Сильно много денег хочешь. Всё. Причём интересно знать, что если человек развивается как Личность, он эти деньги получает без всякого напряга. То есть есть такое понятие развития человека вверх. Что это значит? Человек у характера улучшается, у него улучшается энергетика. Понимаете? И в результате он работает меньше, получает больше. Почему? Потому что он как Личность перешёл на другой социальный уровень. Чем выше и лучше характер у человека, тем лучше энергетика, чем он более душевный, тем выше его статус в обществе. Понимаете? Возможности выше, и значит, работы надо меньше для того, чтобы то же самое в жизни иметь. Вот так человек должен развиваться. И это естественно происходит, когда человек правильно живёт, он становится и счастливее, и богаче, и всё прочее. Естественно происходит в жизни человека. Но если человек впахался, он становится несчастным, замученным, и в конце концов всё теряет. Вот эта жадность, она вводит человека в определённые стадии. Первая стадия называется «телячий восторг» или чувство, что у меня всё получится. Да? Ну, то есть, такая страсть такая. Ну, то есть, человек смотрит фильмы об успехе, такой, знаете, он такой ходит, как бы, думает, «О, блин, да сейчас я там, у меня всё получится». Первая стадия – это иллюзия. То есть, человек, как бы, впадает в такое состояние эйфории, в котором ему кажется, что очень скоро он тут уже, как бы, весь мир покорит. Вторая стадия называется «напряжение». То есть, человек начинает упахиваться, ему тяжело. Третья стадия называется «усталость». Четвёртая стадия называется «надлом». И вот на этой четвёртой стадии человек начинает пить, бросает жену, уходит к другой и так далее. То есть, на четвёртой стадии меняется жизнь уже не в лучшую сторону. А на пятой стадии или человек деградирует, или берётся за голову. Понятно? Так действует жадность. Ну, первая стадия примерно, как из фильма, «Четыре мушкетёра». Сейчас мы с вами попоём. Первая стадия. Пора, пора, порадуемся на своём веку Красавице и кубку Счастливому кренку Пока, пока, покачивая Перемина шляпа Судьбе не раз шупнём Мерси ваку Первая стадия, да? Теперь чуть-чуть пожили дальше Двадцать лет спустя Следующая серия «Мушкетёры» Сколь дней осталось Как снять усталость Зеленоглазое такси Притормози, притормози И отвези меня туда Где будут рады мне всегда Ну, то есть, как снять усталость, да? Куда-нибудь свалить бы, может? Ну, и сваливает другой жене, естественно Сначала всё кажется классным Потом всё разрушается В жизни человека, который попал Под эту волну КОНЕЦ